Всем привет! Вы смотрите Тома на канале Страна и Гирляндия. У нашего питомца появилась новая одежда. Ой-ой-ой, что-то у нас не очень благополучное начало. Неудачным оказался прыжок. Придется нашего питомца спасать. После падения у него появилось сильное головокружение. И самый лучший способ от него избавиться это пылесос. Фух, ну все, окажется Томик выздоровел. Сейчас он нам продемонстрирует свои обновки. Ну что, Том, пойдем в гардеробную, устроим примерку. Хотя, стоп, смотрю Бип, спит и мечтает, как бы съесть кусочек мыла. Осуществим его мечту. А заодно и помоем Тома. Ему будет полезным лишний раз освежиться. Отличный способ, чтобы не завоняться. И не развести мух. Кстати, кто заметил, что у нашего Томика новая шерсть, рыбья чешуя. А еще рыбьи глаза. В общем, теперь он в воде себя чувствует, как рыба. Ну и да, сейчас он нам покажет свои обновки. Смотрите, у него для подводного плавания появился специальный шлем. Акулья голова. С дополнительным боковым обзором. А также есть специальный костюм акулы. Плавательный костюм на молнии. В таком амбумировании Том теперь может долго находиться под водой. Плавая и рассматривая красоты подводного мира. Ну а кроме всего прочего, наш Том еще любит путешествовать и летать на новой субмарине. Совсем недавно к нему прилетел вот такой вот желтый железный подводный шар. С полным сундуком подарков. Чего в нем только нет. Разные вкусняшки, игрушки, золотые монетки, магические звездочки и новые раскраски. И сейчас мы раскрасим новый рисунок с морским коньком и плюхом. Плюх у нас будет обычной раскраски. Ну а конька мы сделаем розового цвета. Эта морская рыбка похожа на голову лошади. Поэтому и имеет такое название морской конек. Ну все, плюх у нас во всей красе. Теперь приступаем к раскрашиванию морской рыбки. Плавник раскрасим еще ярче. И сделаем яркий гребешок. А еще нам предстоит раскрасить кораллы. Они очень красивые и бывают разноцветными. На дне, как обычно, будет песок. Поэтому низ картинки разукрасим в желтый цвет. Тому, конечно, везет. Теперь он может заниматься подводным дайвингом. И рисовать картины прямо под водой. Эту мы повесим в спальне, прямо над кроватью. На самом главном месте. Но на этом мы не останавливаемся. И снова отправляемся в воздушное путешествие. Посмотрим, что Томику попадется на этот раз. Открываем сундучок. Как обычно, еда для Тома и его питомцев. Также игрушки для его малышей. 15 золотых монеток и 25 звездочек. А также салат из водорослей. Три порции. Ну что, Том, идем пробовать новое блюдо. Интересно знать, понравится Тому новый салат или нет. Кстати, у Тома есть еще одно новое блюдо. Это консерва. Консервированная рыбка. Чуть позже попробуем из нее приготовить коктейль. Ну а сейчас нужно поэкспериментировать с салатом. Но для начала нужно его найти. Так, а вот и морской деликатес с ракушкой. Что-то как-то непонятно. Наверное, Том не распробовал. Попробуем из этого всего приготовить ему коктейль. Ну уж нет. Опять поломался миксер. На самом интересном месте. Да и к тому же опять убирать бардак на кухне. Ну да ладно, чего только не сделаешь ради любимого питомца. Ух ты, ёк, Лемоны, посмотрите, вот это сила витаминов. От этого морского салата наш Томик вырос. Эу, стоп, ну только не чеснок. Бедняга Бип. А Том у нас, однако, еще тот шутник. Ой, и кажется, после такой еды ему срочно нужно в туалет. Ну все, важное дело сделано. Все самое страшное позади. Еще для поднятия настроения и бодрости дадим Тому волшебный мега-напиток. Максимальное зеленое зелье. Мигом улучшает все параметры. Ну а теперь, когда все отлично, можно снова лететь. Сегодня у нас с Томом много работенки. Его предстоит летнее переселение. Да-да, наш котик собирается жить под водой. Переселяется с Пальмового острова на морскую глубину. Будет жить на дне океана. И умоваться видом на затонувший корабль. Интересно, наверное, в этом корабле осталось много сокровищ. Но скоро Том все изведает и узнает. А сейчас давайте посмотрим, как будет выглядеть новое морское крыльцо. Вау, вот это захватывающий вид. Кстати, теперь все игрушки Тома будут прятаться не в обычном сундуке, а в затонувшей коробке для игрушек. Класс, теперь коралловое кольцо в полном наборе. И за это нам в награду 3000 жетонов. Здорово, теперь наш Том может жить и под водой. Упс, эти лепестки и тут достали. Сейчас от них избавимся. Ну все, Том, риф с сокровищами чист. Можно спокойно место обсервации покидать. И лететь за новыми подарками. Поудобнее усаживайся за штурвал субмарины. Снова попались продукты. Еще игрушки. Как всегда золотишко и морские звездочки. И деликатес целых три банки сардин. На всякий случай пригодится. А теперь, я думаю, пришло время сменить наряд. Пора переодеться. Этот костюм акулы, наверное, промок. Но у Тома на этот случай есть запасной вариант. Костюм для плавания. А если быть точнее, профессиональный костюм водолаза. С золотым антикварным шлемом. Прирожденный дайвер. В таком наряде Тома еще никто не видел. Так что давайте попытаем удачу в конкурсе красоты. С нашим дайвингистом соревнуется обычный гавайский повар. Ну, Том, не стой как вкопанный. Попозируй что ли. Покрутись и повертись. Делай так, чтобы тебя как можно лучше рассмотрели. И побольше за тебя проголосовали. Ну же, Том, давай, держим за тебя кулачки. 128 лайков. И это однозначная победа. По традиции делаем фоточку на память. Поместим ее в альбом. А теперь, Том, пора немного поплавать. Пособирать золотые слитки и сундучки с сокровищами. Ой, эта полосатая рыбка проторанила субмарину Тома. Как всегда, здесь Тома поджидает кучу опасностей и трудностей. Открывайте быстрее шлюз. Так, рыбки, а ну-ка плывите в другую сторону. Не мешайте нашему котику. Ну а вы, друзья, можете посмотреть еще новые приключения Тома на втором нашем канале, который называется Фангеймс. Не пропустите интересные видео. Ну а за это время наш Том распрощался еще с одной жизнью. И права на ошибку у него больше нет. В любой момент он может попасть в ловушку. Особенно опасно попасть под звездопад. Это я говорю про морских звездочек. А тут еще как назло появился вонючка-осминог. Он так много пукает, что затуманивает все вокруг. Видимости практически нет. И можно врезаться куда-нибудь. Упс, ну вот и все. Нам достаются 155 жетонов для полетов. Опачки, и что я вижу? Совсем скоро у нашего Тома намечается днюха, которое он отметит под водой. 50-й юбилей. Это круглая и важная дата. Нужно ее провести незабываемо. Глубоко в море. И у нас затонувший задний двор в полном наборе. Все готово к празднику. Можно вдоволь плавать, гулять и веселиться. Если вам понравилось, ставьте лайк. И не пропускайте новых видео. А на этом все. Всем чао-какао. И до новых встреч.